Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Продолжаем лингом массаж. И сейчас Мария будет выполнять массаж передней части тела. Я испаряюсь. Всем здравия! Мы переходим к массажу передней части тела. Но прежде чем перейти, давайте мы с вами немножко вспомним о том, что говорили. Когда мы заканчивали спину, Ольга говорит, Мария, ты так сейчас говоришь, как будто ты говоришь о состоянии. Вот состояние это очень важная составляющая не только массажа, но и жизни в целом. Потому что когда мы несем состояние, то даже здесь не важны слова. Если человек улавливает состояние, то просто уловив состояние, вот такое расслабление, такого какого-то миролюбия. Но состояние меняет нашу жизнь. Вот так бы я сказала. Поэтому когда мы общаемся, когда мы делаем массаж, это очень важно. Это очень важная составляющая всей нашей жизни. И вот я про состояние вот что могу сказать. Немножко хочу тоже поговорить про состояние. Пока буду делать, как раз вот вы наблюдаете, как это происходит через ткань. Да, опять точно так же все-все-все составляющие. Сначала через ткань, потом мягкий массаж руками по телу. И потом уже наносится масло. Я уверена, что если человек не живет в каком-то определенном состоянии, прийти на работу к себе и перевоплотиться в то состояние, которое будет действительно таким энергетически уравновешивающим, правильным, гармоничным, невозможно. Здесь нужно стремиться жить именно в состоянии. И уже приходить в таком состоянии. Понятно, что внешняя среда нас как-то выбивает иногда из этих состояний. Но здесь нужно именно так жить. Не только переключаться в работе, в самой, но и быть таким человеком постоянно. Согласна с тобой, согласна с тобой. И поэтому, поэтому вот говорим здесь о состоянии мастера. Почему важно иметь человека, который несет вот это состояние в мир и транслирует его. Мы как раз научаемся это состояние держать сами. Если мы понимаем, что мастер транслирует нам состояние, если мы улавливаем это состояние мастера, то мы как раз научаемся жить состоянием. Хорошо чуть-чуть потянуть, да? Вот я прям делаю такую растяжку. Растяжка тоже, что нам делает, что нам дает? Вот, кстати, хорошо сделать растяжки, может быть, какие-то небольшие скруточки, да? Да? Покрутить суставчики. Потому что вот на спине я не показала, потому что, ну, как бы это вот первая моя практика, которую я показываю. Я сейчас говорю еще одновременно. Немножко мне, конечно, сложно это делать. То есть, когда я в статике замерла, вот как на спине, да? Ты говоришь, состояние, да? Потому что я в статике замерла, я стою, делаю. А когда я делаю в движении, ну, немножечко дыхание сбивается, да? Ритмы какие-то сбиваются. Поэтому немножечко вот, да, забыла. А на самом деле вот что по спине очень было важно сделать палсинг. То есть, вот это такое движение, вот как раз палсинг, это движение, которое расслабляет тело. А палсинг, он делается, когда мы укладываем ручку и рукой начинаем шевелить. Как холистический массаж. Да, 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 да. Вот. И тело, мы шевелим как бы одну точку, а все тело, оно приходит в движение, в вибрацию, такое расслабление. Вот. А здесь можно вот уже делать такие растяжечки. Здесь можно вот так немножечко ножку положить для того, чтобы добраться вот до этой части, о которой мы с вами говорили, да? Вот. Промассировать ее. Наши, как сказать, такой наш внутренний мир, да? Да, 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 да. Это внутренняя поверхность бедра. Это внутренняя поверхность бедра. Ой, да, да. Вот. И вот это вот. Это очень важно здесь пропустить энергию. Здесь же близко, да, к гениталиям как раз. Поэтому вот важно. Смотрите, куда энергия вверх движется. Мы энергию все время подаем вверх. И когда мы дойдем до фаллоса, мы эту энергию будем двигать к сердцу. Мы ее будем всегда подавать вверх. Потому что энергия, которая движется из сердечной чакры, да, это совсем другая энергия, чем энергия заключенная. Здесь сила, мощь, да, могущество. Но если это могущество придет в сердечную чакру, то эта энергия будет расширяться на весь мир. Очень у многих блок именно в сердечной чакре. Это да. Поэтому мы что делали с той стороны? Мы очень хорошо прорабатывали лопаточную зону. Да, зону лопатки. Мы прям руку крутили, вертели, под лопаточку подлезали. Это очень важно. Вот здесь можно тоже спускаться по ноге и массировать ступню, пяточку. Здесь тоже очень вот... Это очень удобно. Можно... Массажист может вообще сесть на пол и немножечко вот как следует, как следует вот так-то. Можно колено подложить. Коленку, но коленку не очень, да, для того, чтобы подложили коленку, нам будет тогда удобно помассировать вот эту область. Эта область тоже такая энергетических блоков и зажимов. Ее тоже можно промассировать. Пяточку как следует здесь можно на коленочке массировать. Если мы подвинем, да, пяточку поставим, между пальчиками хорошо пройтись. И потом вот такое движение может быть. Говорят, что граножная мышца это наша прошлая жизнь. Если перед сном ее массировать, расслаблять, то можно понять, кем мы были в прошлой жизни. Вот тут видишь, какие интересные вещи, как бы, да, приходят в процессе. Я об этом не знала. Вот. Вот сейчас вот массирую Айдару. можно менять будущее. Менять будущее, конечно. Конечно, все сценарии можно прописывать. Хорошо промассировать коленочку, потому что коленная чашечка, да, в коленке здесь тоже присутствует очень много блоков. Вот. И немножко сейчас мы вот так вот, оп. Вот. Чуть-чуть. Вот как раз то, о чем я тебе говорила, да, немножко поработать с суставами. Просто как бы мы не делаем полного массажа, еще раз говорю, демо-версия, поэтому вот я просто чуть-чуть показываю, насколько идет нога. Вот настолько мы и работаем. Бороться не надо. Не надо, и не надо, и не надо мужчине помогать массажисту на столе, да, самому начинать водить ногой туда-сюда, да. Массажист, он вот сам мягко, немножко расслабляя, вот покачать чуть-чуть вот в этом положении. И немножко вот мягко-мягко-мягко-мягко расслабить ногу. Вот покрутить в этом направлении чуть-чуть. Как бы там мы опять же раскрываем. Вот здесь вот уже внешняя часть бедра массируется. Масла немного, да, я смотрю, что немного масла. Ты знаешь, я сейчас могу немного делать, а вообще я добавляю масла, когда много. Если мне нужно подлезть, да, тогда руки должны быть очень промасленные, иначе будет неудобно, некомфортно. Вот, а здесь, да, ну, зависит еще от чего. Если сухая кожа, конечно, масла надо больше. Если ты чувствуешь, что есть масло, зачем его переливать? Вот, теперь вот в эту сторону мы потянем немножечко. Вот, чуть-чуть еще. Теперь ножку можно потянуть. Делать аккуратные. Очень аккуратно. Это вот опять, да, работа с суставами. Тут работает и тазобедренный сустав, и коленный сустав. Можно вот просто ножку положить. Смотри, а вот здесь будет уже совсем другое давление, вот из этого положения. То есть здесь более раскрытое уже положение, значит, давление будет. Всегда мы делаем очень первый раз. Вот идет давление. И оно идет очень глубокое. Айдар, тебе не больно? Нет. И оно очень медленное, очень вдумчивое. И когда я делаю это движение, вот посмотри, у меня сердечная чакра, да, находится на уровне руки. То есть я его делаю как будто бы сердцем. И мы тихонько-тихонько ногу выпрямляем. На самом деле можно сделать скрутку. Скрутка делается. Вот эта нога выпрямляется. Тоже из... Такие вот движения сначала. Так. И в другую сторону. Мы всегда делаем какую-то компенсацию. Покрутили в одну сторону. Дали возможность раскрутиться телу в другую сторону. И вот нога теперь у нас заходит в другую ногу. Для чего мы делаем такое движение? Мы расслабляем тем самым обувь поясницы. Во-первых, мы здесь можем сделать более такое сильное давление на внешнюю поверхность бедра. Как оно делается? Вот из-за этого положения тоже будем давить телом. И мягко, плавно, но под давлением проходить вот эту вот внешнюю поверхность бедра. Дошли. И теперь ладошка у нас переходит плавно под поясницу, под область поясницы. и немножечко мы отводим, как бы, да, приподнимаем. Вот, расслабляем нашу поясничку. Мы можем это сделать, отводя пяточку на самом деле. Вот так, аккуратно. Вот так. Тогда я зайду вот с этой стороны. Прикрою. Смотрите, вот здесь я массирую. Вот промассирую, прям поясница открыта, каналы открываются, растягиваются. Я вот массирую. Я могу одной рукой. Могу предплечьем. Могу ягодичную мышцу. Могу бедро. То есть вот из этого положения очень много можно сделать движений, которые расслабляют, которые освобождают. И потихоньку, прям потихоньку, не спеша, не спеша мы выкладываем тело. Сейчас на этом закончим нашу серию. И приступим уже к другой серии. Смотрите, друзья, ставьте лайки. Продолжение лимбового массажа. Интересно, очень удобно, расслабляюще, но в то же время такая глубокая. И мы с Мари покажем следующую серию продолжения. Не пропустите.